Добрый вечер, уважаемые подписчики моего канала. В эфире информационная война, самая миролюбивая программа. Что произошло за последнее время из области информационной войны? Во-первых, меня снова заблокировали на аккаунте граф Каховский в фейсбуке, и я сейчас базируюсь на Тарантино-Кверту. Это случилось после дискуссии с одним коммунистом, который начал рассказывать историю, что волнение и Майдан в Ереване вызваны. И главная причина этого является, прежде всего, низкий экономический уровень и неправильная экономическая политика. Безработица, нехватка денег и бедность. Я, поскольку находился весь 2013 год в Киеве, в двух кварталах от Майдана, и, в общем-то, знаю всю механику таких действий изнутри, включая даже количество солярок для лифтеров, которые освещают сцену, да, или устройство второго этажа Дома профсоюзов, откуда раздают колбасу и довольствие, то, в принципе, я вам скажу, что в Киеве бедность бедностью, но основной причиной Майдана была, прежде всего, клановая корпоративная борьба и деньги, которые давили на Майданы, которые заставляли некоторых людей бросить все свои дела и начать зарабатывать с такой политической активности. При этом, если понимать, что эти деньги в том или ином виде все равно замкнуты были на американцев, то это с геостратегической, геополитической или глобальной точки зрения, конечно же, борьба Соединенных Штатов Америки против России, потому что Армения — это постсоветская республика. Была, есть, ну и, в принципе, в обозримом будущем будет. И упирать на то, что бедность и безработица — главная причина волнений — это маскировать основные причины. Причем коммунисты — это такие люди, которые, ну, если вспомнить 19 марта, да, и попытку назначить волнение о непризнании выборов, это все было еще до выборов мартовских, да, то, в принципе, зная политическую биографию многих коммунистов, которые бегают в американское посольство как к себе домой за инструкциями, то здесь, в принципе, все выстраивается в одну строку. Ну, я высказал эту мысль, и в результате совершенно неожиданно мне предъявили какой-то мой пост трехлетней давности и заблокировали снова на 30 дней. Обычная история. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Я просто хочу показать, что жизнь не стоит на месте, все куда-то движется, а я хочу сегодня поговорить о других темах, где тоже стоит повоевать. В последние пять дней «Контакт», «Инстаграм» и «Фейсбук» буквально заполонили ролики, в которых обыгрывается тема мейкапа, грима, да, макияжа и так далее. Причем в красивых девушек выкрашиваются разные мальчики. Если вы смотрите это видео, то наверняка вы любите наносить макияж. Нанесение мейкапа может стать настоящей проблемой, но только не для этих детей. Вашему вниманию представляется топ-10 детей, делающих макияж покруче любого взрослого. Рубен Демейт Многие не одобряют того, что девочки начинают краситься в раннем возрасте. Но вот когда начинают краситься мальчики, тут и вовсе стоит бить с тревогу. Так, например, 12-летний мальчик по имени Рубен Демейт как-то решил накраситься в школу. Этих роликов очень много. С учетом статистики, связанной с тем, сколько школьников в возрасте 14, 15, 16 лет подписаны на всякие группы, типа мамин модник, в каких вещах ты будешь ходить, ты нищеброд, ты не нищеброд. В принципе, это все в одну строку. Но речь идет о скрытой гомосексуализации. Мальчиков, которые, безусловно, сидят в социальных сетях, все это наблюдают. И такое окно овертона. Раньше, еще несколько лет назад, мужики морщились, как будто бы они увидели гея. А сегодня они не морщатся, смотрят, какое искусство и так далее. И так пошагово-пошагово в сознании наших мальчиков, которые управляются женщинами, посевается еще и вот такая форма развращения. Я думаю, что то, что мы пропускаем и считаем, что это ни о чем, это наша ошибка. И нам нужно, прежде всего, мужчинам высказать свое отношение вообще не только к этим роликам, а вообще к позиции мужчины в этом мире. И это будет очень важная вещь. То есть я говорю о том, что нужны ролики, особенно в исполнении харизматичных мальчиков в возрасте 16, 17, 18 лет, которые не по указке. Да, вот мы им сказали, выскажитесь. Да, и они сказали. И получилось такое фальшивое, пластмассовое заявление пионеров или активистов, которые говорят, это плохо. Нет. Нужно, чтобы мальчики высказали свою точку зрения по этому поводу. И в принципе таких мальчиков, которые способны высказывать свою точку зрения, и не будут бегать глазками и искать, понравится это кому-то или не понравится. У нас же еще огромное количество мальчиков, которые зависят от окружающего мнения. Не выделятся из толпы, не дай бог. Нам нужно найти таких мальчиков, и из них нужно вырастить блогеров, спикеров и персон влияния. Потому что без них на этом поле нас ожидает колоссальное поражение. Что такое мальчики, которые окрасятся? Это не воин, это не мужчина, это не человек, который спасет страну, который создаст семью, который родит ребенка, который будет работать, который олицетворяет мужское начало. Это с военной точки зрения демографический удар по стране, в результате которого к 2028 году нет, не будет хватать мужчин, чтобы удержать эту страну, не дай бог, не случись какая-то беда. И это, безусловно, наша с вами забота. Вот такие вот коротенькие замечания относительно тем, в которых нам с вами нужно повоевать, информационно. Я буду писать, наверное, каждый день, потому что таких тем то там, то сям возникает много. Структурировать их в одну общую большую передачу, в общем-то, смысла не имеет. Это коротенькие реплики, это самое оно. Пишите в комментариях, какие вы замечаете события краткосрочные. Там появились такие-то ролики. Вышел новый Дудь, например, с Константином Хабенским. Или еще какие-то события в информационном поле, которые произошли, на которые необходима наша с вами реакция. Причем реакция не только с точки зрения, они походили, а мы ответили. А может быть даже с точки зрения того, чтобы мы походили. Мы предвидим их ход, и поэтому мы упреждаем. Мы берем и задаем повестку дня. Этого у нас вообще нет, а пора бы уже и делать. В эфире была информационная война комментариев. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова